Я же за вынь и за многие изливаемые в оставление грехов. Поминающего спасительную заповедь и вся яжна с душа, крест, гроб, тридневные воскресения, и самоскоп, и не исходя с днем, второе славное пакет и шествия. Он тоже стоит с вакцином. 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 Продолжение следует... В праздник Рождества Христова мы переживаем особую духовную радость, ибо знаем, какие богатые плоды принесло Богово воплощение. Радуемся, ибо воссиял день начала нашего спасения. Великий Вселенский Учитель и Проповедник, святитель Иоанн Златоуст, живший в IV и скончавшийся в начале V века, называют на Рождество Христова началом всех праздников. Он пишет, кто назовет этот праздник матерью всех праздников, тот не погрешит. В этом празднике имеют начало и основание свое и Богоявление, и Священная Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Создатель Вселенной смиряет себя, принимая образ творения. Сын Божий становится Сыном Человеческим. Не исследуй, как это, предупреждает святитель Иоанн Златоуст. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, вас Бог, исшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Отмечая нераспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его неприходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать еще и личные измерения, которые имеют для каждого из нас тайну Бога воплощения. Ведь не случайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем. Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он не старался это делать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, невозможно повороть никакими духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить первозданной красоте всего человека. Для чего же Господь наш облегся плотью? Задается вопросом преподобный Ефрем Сиин и отвечает. Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала дары благодати. Дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем одном находили успокоение. Мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света, призваны освещать этот мир светом веры. Дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, прославили Бога в день посещения. Сегодня, когда народы земли переживают, не будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, да просветит Господь светом познания своего народа земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да не спошлет родившийся Бога плотинить с любовью и согласия в нашей семье, да оградит молодежь нашу, да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Аминь. Вечери Твои тайны, двести небожи, ты частниками, приеми. Не был врагом Твоим тайны, поверь, не лап занятий, да мне, как Иуда, но я, как разбойник, исповедую Тя. Помени на Господи во Царстве и Своем, да не в суд или во осуждение будут мне, причащение святых Твоих тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Заканчивается торжественное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. И даже когда различные трудности и испытания, казалось бы, обрушиваются на нас чуть ли не каждый день, мы должны помнить и твердо верить в то, что Сам Господь, наш помощник и покровитель, незримо, но реально пребывает с нами. А посему, ничего не боясь и не улыбая, будем идти по жизненному пути спокойно и уверенно, руководствуясь словами Спасителя, запечатленными в Евангелии. Веки веков. Аминь. С праздником всех вас. С Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым. Продолжение следует...